В богатой лесом России традиционно развито деревянное домостроение. Продуктивным направлением является производство жилых домов из бруса, утепленного пенополиуретаном. Построенные из этого материала здания – теплые, прочные, красивые. Строятся они быстро и просто за один сезон. Утепленный пенополиуретаном брус – особый строительный материал, обладающий высокими энергосберегающими свойствами. Производится он по современной технологии в заводских условиях. Брус уникален сам по себе по теплопроводности. Толщина 146 мм, которая работает на минус 50 и плюс 50 градусов. Толщина 146 мм, которая работает на минус 50 градусов. Программа «Зема» предназначена для компьютерного моделирования домов любой сложности. Сейчас программа загружена, и мы готовы вам показать процесс моделирования дома от фундамента до самой крыши. Обычно мы начинаем процесс выстраивания стен. Затем вставляем двери, окна, перегородки, перекрытия. Стропильную систему конструируем. Одеваем крышу, подводим фундамент. На этой стадии работы обычно приглашаем клиента для того, чтобы он мог посмотреть практически готовый дом. И если что-то его не устраивает, или у него появились какие-то новые идеи, внести коррективы и изменения. После чего, если все остальное всех устраивает, мы отдаем чертежи в цех. Отдается чертеж каждой стены. И отдельно каждого бруса в этой стене. С указанием места этого бруса на этой стенке. По этим чертежам наши мастера готовят весь сруб. К чертежам прилагается оптимизированный раскрой бруса, который тоже рассчитывает зима. Производство составляющих пенобруса начинается с заготовки качественных пиломатериалов из хвойных пород дерева. Поступающая с пилорамы сарай необрезная доска укладывается штабелями в сушильные камеры. В них при температуре до 65 градусов происходит мягкая сушка древесины до получения ею остаточной влажности 10-12%. Наружные и внутренние стенки пенобруса изготавливаются из ламелей. Высушенные в камерах доски подвергаются четырехсторонней обработке на станке германской фирмы «Губиш». Вначале они обрезаются в длину, затем расторцовываются для удаления мертвых сучков. После этого заготовки зарезаются в шип и сращиваются в ламели полиуретановым клеем. Наружная сторона ламелей, по согласованию с заказчиком, может быть сделана фигурной или имеющей форму прямоугольника. Достигается это путем машинной строжки. Достигается это путем машинной строжки. Способом склеивания под прессом из ламелей производятся объемные каркасы. Две ламели соединяются посаженными на клей деревянными проставками, которые устанавливаются с шагом 50 см. Каркасы помещаются в пресс на 40 минут, пока соединения не приобретут необходимую прочность. Отсюда готовые каркасы поступают на участок, где производится их заполнение в пенополиуретан. Изделия помещаются на ленту транспортера и фиксируются на ней кондукторами. Экструзионная машина заполняет полости движущегося каркаса вспененным полиуретаном. Чтобы наружу не выходила лишняя пена, заполняемая полость накрывается сверху слоем бумаги, которая прижимается доской. Застывая, утеплитель образует сухую массу заданного объема, прочно приклеенную к стенкам каркаса. Далее производится профилирование бруса. Заготовки прогоняются через строгальный станок, после чего верхние кромки получают профильные выступы по форме, соответствующие базам, выбранным в брусьях снизу. Стенки отделываются на станке с чистотой, не требующей последующей шлифовки. Остается лишь изготовить из бруси в детали дома в соответствии с проектными чертежами. На многофункциональном станке швейцарской фирмы Крузи осуществляется торцовка, обработка узлов соединений, делаются концевые прорези под закладку брусков оконных и дверных блоков, выполняется сверление отверстий под стяжки. Готовая продукция маркируется, пакуется и подготавливается к транспортировке на стройплощадку. Мы находимся на строительной площадке, где закладывается жилой дом. Общая площадь 350 квадратных метров. Сейчас проведена подготовка под заливку монолитного фундамента. Вы видите готовые бетонные полы. Может быть заметна штроба под канализацию. Устроена подушка. Выставлена опалубка под монолитную ленту фундаментную. Далее будет кирпичный цоколь, перекрытый плитами. Вдал тем деревянный дом из утепленного бруса, так называемого ППУ, с мансардным этажом. В данный момент производится закладка цокольного этажа. Цокольный этаж жилой. Там будет находиться билярная комната, ванная комната, парилка, гараж на две машины. Первый венец и венцы, на которые опираются балки перекрытий, делаются из полнотелого клееного бруса. В помещениях цокольного этажа продолжаются начатые ранее инженерные работы. Для сборки стен первого этажа четверым рабочим требуется всего два дня. Пронумерованные бруси устанавливаются в порядке, указанном в карте технологической сборки. Малая масса бруси позволяет монтировать их даже в одиночку. Утепленные пеной бруси соединяются по вертикали длинными резьбовыми шпильками. Шпильки ставятся с заданным шагом на концах и по всей длине сопрягаемых брусьев. Накладки равномерно поджимают брусья по всему периметру стен, обеспечивая им равномерную усадку. Если длины шпилек не хватает, их наращивают соединительными резьбовыми муфтами. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Места сопряжения бруси выплотняются теплоизоляцией из вспененного полиэтилена. Как только стены достигают проектной высоты, на шпильки надевают металлические накладки, края которых опираются на стенки брусьев и поверх накручивают гайки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Устойчивость стен обеспечивается жесткими угловыми соединениями. Так элементы перекрытия эркера фиксируют венцы примыкающих к нему стен и связывают эти ограждающие конструкции в единое целое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мансардный этаж постройки представляет собой каркасно-счетовую конструкцию под двускатной крышей, утепленную минеральной ватой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Деревянные фермы-крыши собираются из элементов заводского изготовления. Между собой фермы соединяются досками обрешетки, под которую укладывается слой пароизоляции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шпунтованные половые доски прибиваются гвоздями к лагам пола первого этажа и к балкам перекрытий в течение. После этого они шлифуются ленточной машиной, затем покрываются лаком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поверх обрешетки прибивается сплошное кровельное основание из древесно-стружечных ОСБ-плит. На него по фирменной технологии укладывается мягкая черепица американского производства. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В заведенном под конек доме устанавливаются оконные дверные блоки. Продолжается обшивка фронтонов мансарды и возведение каркасных перегородок. Фронтоны мансарды обшиваются доской, имитирующей форму стенового бруса. Производится шпатлевка сучков и мелких дефектов стен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Деревянные балки потолка обрабатываются защитно-декоративным составом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снаружи фронтоны мансарды шлифуются дисковыми машинами под последующую обработку фасадозащитными и декоративными составами. На этапе монтажа перекрытий в доме осуществляется прокладка инженерных коммуникаций. Электрическая разводка к светильникам выполняется в потолочном перекрытии в пластмассовых и металлических рукавах. Разводка к радиаторам и к сантехническим приборам производится металлополимерной трубой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Трубы канализации объединяются в отдельный стояк, помещаемый в полость утепленной каркасной стены. Утепление стены крыши осуществляется минеральной ватой расчетной толщины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Деревянный дом практически готов. То есть общий метраж дома чуть больше 300 метров. Вот это вот кабинет, 20 метров в этой комнате. Там, значит, гостиная, кухня-столовая и холл. Первый этаж все. Наверху в основном спальня. Внизу гараж, комната отдыха, ванна, кладовка. Ну и туалет на третьем этаже и на первом. Лестница у нас пока еще в стадии монтажа. Здесь планируется перила. Здесь перила. У нас она соединяет цокольный этаж, первый этаж и мансардный этаж. Вот мы ее специально вынесли в холл отдельно от комнат, потому что некоторые делают прямо в комнате лестницу. Но вот так нам не понравилось. Мы решили, перепланировали немножко и решили сделать просто ее в холле, чтобы она не соединялась с комнатами. На мой взгляд, любой проект дома должен как-то подходить под определенную местность, да, то есть под какой-то ландшафт. Это место чем выигрышное? Это высокий берег Москва-реки. Поэтому мы хотели, чтобы дом стоял высоко. Если вы заметили, там несколько веранд. То есть большая веранда по первому этажу, большой балкон на втором этаже. Это все выходит на вид на Москва-реку. И, в общем-то, нас тут больше всего как раз-то приличало в выборе этого места для строительства дома. И мы старались дом обыграть именно так, чтобы все эти преимущества были в этом доме. Почему мы решили не делать глубоко фундамент? Я сам раньше не знал такой технологии, но она есть. То есть роется совсем небольшой котлован, льется фундамент. И потом вокруг этого фундамента бетонного делается обваловка землей. Поэтому получается такая лестница. То есть есть свои плюсы, свои минусы, конечно, естественно. Потому что, видите, цокольный этаж, начиная от бетона до деревянного дома, выложен кирпичом. Но это же будет уже обшиваться диким камнем. И вид будет совершенно другой, абсолютно. Но зимой это делать невозможно. Но ничего, на следующую весну будем отделывать этот цокольный этаж. Я думаю, что ванну и сауну уже сделаем в этом году. То есть зимой. А гараж и еще одну комнату. Там надо штукатурить. А штукатурить, в общем-то, зимой, наверное, не очень хорошо. Честно говоря, меня пугали. Все мои друзья, у которых есть дома, говорят. Ой, это так долго, так мучительно. Это такая головная боль. Знаете, никакой головной боль я, честно говоря, не испытал. Так что, начинайте строить. Ну, всего вам хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok